Всем привет! Спасибо за теплый прием. Да, я работаю в Одноклассниках, ведущим разработчиком, специализируюсь на высоконагруженных системах, и в том числе на хакане виртуальной Java-машины. Обожаю это дело, часто про это рассказываю, и сегодняшний мой доклад не исключение. Из года в год в своих докладах я повторяю похожий слайд, и от раза к разу цифры на нем только растут. Подчеркиваю, что Одноклассники — это действительно большая, высоконагруженная система. Но кто следит внимательно за всеми докладами, мог заметить, что одно число тут все-таки с прошлого раза уменьшилось, а именно количество серверов. Связано это с тем, что мы стали эффективнее утилизировать железо. У нас есть собственное облако, про него есть отдельный целый большой доклад. Но если раньше мы на одной физической машине запускали одно приложение, то теперь приложений запускаем много в контейнерах. Но чтобы приложения могли на одной физической машине работать и не мешать друг другу, их нужно изолировать и распределять ресурсы между ними. Если вы пользуетесь докером, то распределение ресурсов, указание лимитов очень простое. Написали пару тиселок и вперед. Но что это означает в применении к Java-приложению? Ведь в Java уже и раньше был механизм ограничения памяти. Вот так поставили хип в 4 гигабайта, и казалось бы, окей, приложение больше не выживет. Запустили мы такой процесс в контейнере с 10 гигабайтами. Все должно быть заведомо хорошо, но как бы не так. Приложение поработало, поработало. Не знало, какие у него ограничения. Выжрало больше, и пришла операционная система и убило по out of memory. Не мы единственные, кто сталкиваемся с такой проблемой. Весь такой overflow просто завален вопросами на тему. Как же так? Я поставил Java один лимит, она сожрала гораздо больше. Куда делась память? Примерно раз в неделю появляется очередной вопрос. И сегодня я постараюсь в своей презентации ответить на все подобные роды вопросы сразу. Ну как для начала посмотреть, а сколько же именно сейчас, в данный момент, Java-процесс занимает физической памяти? Это можно сделать командой топ, и, кстати говоря, вот прикол из нашей практики, что однажды исследовали, почему кончается на одной физической машине память, и оказалось, думали, естественно, на Java-приложении, что разработчики криворукие опять все накосячили, а оказалось, дело совсем в другом. Но как бы то ни было, сегодняшний наш доклад не о утечках в Nginx, давайте разбираться, откуда и на что тратит память. В топе можно увидеть, крайне мере, два числа. Первый — это виртуальная память, то есть сюда попадает все зарезервированное адресное пространство процесса, даже если процесс никогда не будет использовать эту зарезервированную область. То есть обычно на него можно не смотреть, если только у вас не 32-битная операционная система. А Resident Set Size — это как раз то, сколько памяти в физическом RAM занимает ваш процесс. Но само по себе одно число малоинформативно. Хотелось бы посмотреть какое-то разбиение. А что вообще входит в эти 9 с лишним гигабайт? В Linux это сделать можно. Для этого есть такие вот файлики на псевдофайловой системе. Это карта памяти. Но анализировать эти файлики вручную довольно проблематично. К счастью, есть утилитка, которая все это уже проанализирует и в таком суммаризированном виде покажет. То есть участок памяти, с какого адреса начинается, сколько места занимает в оперативной памяти. И вот видим, что сюда попадают и динамические библиотеки, и JAR-файлы. Но больше всего анонимные регионы. То есть то, что процесс выделяет в процессе своей работы. И если по некоторым таким регионам еще можно догадаться, ну, например, здесь 4 гигабайта, это, скорее всего, Java-хип. То, что означают остальные, не сразу понятно, не очевидно. Однако же виртуальная машина может сама рассказать, на что она тратит эту память. Давайте вспомним, а что вообще делает виртуальная Java-машина. Ну, кроме, понятно, того, что собирает мусор и управляет памятью хипа. Значит, загрушает классы, компилирует код, управляет потоками. И все вот это, оно тоже, понятно, требует памяти. Еще начиная с GDK7 появился такой чудесный ключик, который позволяет выдать статистику по внутреннему потреблению GVM. Ну, надо сказать, что эта статистика не бесплатная. Даже в официальной документации утверждается, что он может до 5-10% по перформансу иметь вирхед. И вдобавок еще и ко всей выделяемой памяти добавляется по два машинных слова на каждую локацию. Но показывает Native Memory Tracking только ту память, про которую сама виртуальная машина знает. То есть если вы загрузили какой-то GNI-ный код, который там сам молоком еще что-то выделяет, то в NMT этого не увидите. Но если запустили Java с ключиком Native Memory Tracking, то в любой момент времени можете посмотреть текущую статистику. Вот таким вот способом. И увидите примерно такое большое полотно. В первую очередь здесь сказано, сколько всего зарезервированной виртуальной машиной памяти и закомичено, то есть реально занимает физическую память. И все это разбито на подсистемы виртуальной машины. Давайте познакомимся с ними поподробнее. Про каждый регион еще дополнительно указано, как он был выделен. Либо напрямую у операционной системы вызовом MAP, либо через стандартный системный аллокатор MALLOC. Начнем с HIPAA. Под него аж целые две секции в этом листинге. Одно, собственно, Java HIP, а другое относится к GC. Почему? Две таких секции. Ну вот то, что Java HIP, это и есть та память, зарезервированная по Java HIP. Вот здесь будет ровно столько, сколько вы указали в параметре XMX. Но на то, чтобы обходить HIP, собирать мусор, garbage collector тоже нужна память на его структуры. То есть это и битмапка, в которой помечаются достижимые объекты, это и стэк для маркировки графа, ну и больше всего накладные расходы на так называемые remembered sets. Это актуально для всех алгоритмов сборщики мусора по поколениям, либо по регионам. И вот эти структуры хранят ссылки, хранят информацию о том, из каких регионов есть ссылки в данный регион для поддержки инкрементальной сборки, либо сборки по поколениям. И все эти структуры могут быть немаленькие. Вот я на небольшом тесте провел такой эксперимент, посмотрел накладные расходы для разных сборщиков мусора. Ожидаемо в Serial GC его накладные расходы оказались меньше всего, потому что он самый простой. Новомодный Garbage First и ZGC, ультрамодный. Вот могут до 10% занимать дополнительно. То есть смотрите, выделили хип в 20 гигов, будьте готовы к тому, что еще как минимум 2 понадобится собственно алгоритма сборки мусора. Но и с самим размером хипа тоже не все так просто и очевидно. Даже если вы указали начальный размер хипа равный конечному, там 4 гигабайта, то это не значит, что он сразу тут возьмет и займет физической памяти эти самые 4 гигабайта. Дело в том, что операционная система знает о вредных повадках приложений, запрашивать много памяти, но реально ей не пользоваться. И поэтому аллоцирует страницы физической памяти лениво, то есть при первом обращении. Но порой хочется в каких-то лау-лейтенси приложениях, чтобы процесс не тратил в рантайме время на вот эту локацию. Хочется заранее предвыделить весь этот объем. И это можно сделать ключиком always pretouch. Я вот обратил внимание, что не все правильно понимают значение параметра XMS. То есть это не минимальный размер хипа, а лишь начальный. То есть это совсем не значит, что хип не может стать меньше. Работает по умолчанию в hotspot GVM алгоритм динамического подбора размера хипа и запросто хип может уменьшиться и ниже, в том числе, и XMS. А если вы хотите действительно зафиксировать размер хипа, то вот эту опцию лучше отключить. Но вообще говоря, Adaptive Size Policy штука хорошая, поскольку позволяет адаптировать размер хипа к конкретной нагрузке. Но более того, именно благодаря адаптивной политике память, незанятая память, Java хипа может отдаваться обратно операционной системе. Но это полезно больше для десктопных приложений. То есть, скажем, я разрабатываю в IDE или Eclipse, и когда надо, я хочу, чтобы на трудоемкие процессы у меня IDE воспользовало все возможные ресурсы. Но при этом, когда я активно не пользуюсь, не пишу код, не компилирую, не запускаю, чтобы IDE отдало память обратно операционной системе на остальные задачи. Вот посмотрел, как различные сборщики мусора отдают память обратной операционной системе. Вот запустил небольшое приложение, которое сначала набирает, набирает, парсит файлик, набирает структурку и потом всю эту ее целиком освобождает. Запустил с начального размера хипа 32 мегабайта, максимум 2 гигабайта и посмотрел. ParallelGC вообще не отдает память. Concurrent MarkSweep отдает, но не сразу, лишь после нескольких циклов полной сборки. Garbage First идет себя чуть лучше, то есть он дает сразу, но опять же только после полной сборки. Впрочем, есть issue, feature request, чтобы J1 мог отдавать память и ну не только после полной сборки. Может быть уже в Java 12 появится. На данный момент единственный сборщик мусора, который может uncommitted память даже после concurrent цикла оказался Shenando. Такие дела. Но не хипом единым. Как я уже сказал, виртуальная машина тратит память и на загрузку классов, и про это тоже есть секция в отчете Native Memory Tracker. Начиная с Java 10 эта секция еще и обросла подробностями. Теперь тут отдельная статистика по метадейту, класс space. Давайте разберемся, что это такое. мета-спейс это отдельная область, не относящаяся к хипу, куда попадают результаты метаданные, возникшие в процессе загрузки классов. То есть мета-спейс пришел на смену перм-гена в Java 7, чтобы избавиться от вечной проблемы out-of-memory перм-ген-спейс. И теперь максимальный размер мета-спейса он неограничен. Но, как вы, вероятно, слышали, есть в JDK оптимизация Compressed Tubes и она же есть для метаданных классов. То есть, чтобы уметь ссылки на классы адресовать на 64-битных системах всего 4-мя байтами, экономим на это место, классы были выделены в отдельную область, называемую Compressed Class Space. И размер этой области не может превышать 3-х гигабайт, чтобы можно было адресовать 32-битами. А по умолчанию его размер зарезервирован 1 гигабайт. Но в связи с этим что получается? За что боролись на то и напоролись? Если раньше был перм-ген Space, то теперь если вдруг приложение начнет беспорядочно генерировать классы, точно так же может возникнуть Out-of-Memory Error Compressed Class Space. Но если вдруг такое случилось, как понять в чем же дело? Что это за классы такие нагенерированные? Это можно сделать такой утилиткой G-Command сегодня про нее Маркрос Хёрд говорил, что это действительно недооцененная утилита GDK. Ну вот так запустили, посмотрели, оказалось, что некий байт-код-генератор нагенерировал аж 100 тысяч классов. Более того, можно посмотреть команды и статистику по каждому классу конкретно. Здесь необязательно вчитываться. Смысл в том, что по каждому классу показано, сколько его байт-коды занимают, сколько аннотаций, constant pool и так далее. Полезно следить за размеры метаспейсов, потому что он может расти неуправляемо. Благо, что для этого делать почти ничего не надо. Если у вас включены GC-логи, а я искренне верю, что у всех на продакшене включены логи GC, то про метаспейс вы тоже в них увидите. Правда, тут такая целая куча цифр, какие-то used, capacity, committed, resource, что и что не сразу понятно. Давайте разберем подробнее, как вообще этот метаспейс устроен. Метаспейс выделяется большими такими кусками, вернее, даже не выделяется, а резервируются операционные системы. А, собственно, выделение памяти, уже размещение в странице физической памяти происходит такими чанками внутри этого virtual space. в каждом чанке могут быть данные лишь одного класс-лоудера, но при этом одному класс-лоудеру может соответствовать несколько чанков. И уже собственные метаданные классов блоками выделяются внутри чанков. Класс-лоудеры могут умирать, чанки освобождаться целиком, и вот capacity это будет объем всех занятых чанков на данный момент. Для последующих аллокаций в свободной чанке могут переиспользоваться. И таким образом в любой момент времени выполняется вот это соотношение. И на что реально нужно смотреть это committed, потому что это вот ровно то, сколько физической памяти занимают метаданные. Размеры метаспейс понятно, можно конфигурировать ключиками, задавать им максимум таким образом. Вот такой неочевидный флажок метаспейс сайз, который зачастую принимают за первоначальный размер метаспейса и более того даже в исходниках GDK он когда-то назывался initial метаспейс сайз. Но в реальности этот флажок означает порог, при достижении которого сработает fullgc. Так что если вы вдруг в логах увидите вот такую строчку про fullgc с комментарием про метаспейс, то это означает, что скорее всего вам просто нужно поднять вот эту планку метаспейс сайз. Ну и так же как хип метаспейс может увеличиваться, уменьшаться в процессе работы и вот такими ключами можно отрегулировать насколько агрессивно он будет это делать. Помимо хипа и класслоудинга еще тратится память на GD компиляцию. И здесь тоже видим два сегмента. Первый это код кэш. Сюда складывается весь компилированный код, но даже не только скомпилированный, то есть если даже отключите компилятор, все равно будет генерироваться виртуальный машинный код. Например, интерпретатор он тоже генерируется в рантайме и кладется в тот же самый код кэш. И его размер он сверху строго ограничен ключиками. Но собственно для работы алгоритмов JIT компилятора тоже нужна память. И она выделяется на каждый поток и куда попадает граф промежуточного представления, структуры необходимые для алгоритмов оптимизатора и так далее. Теперь внимание вопрос. Слышали про GraalVM? А как вы думаете к GraalVM это все относится тоже? Или там что-то не будет? JIT компилятор у GraalV. Он действительно на Java сам компилятор работает, поэтому ему не нужно для своей работы иметь арены в нативной памяти. Но тем не менее код результирующий он все равно складывает в тот же самый код кэш. Но надо помнить, что в современной JDK есть как минимум два компилятора, а это значит, что он компилирует в два раза больше. При этом есть такая эвристика, прям зашитая в коде GDK, что если у нас есть два компилятора, то есть включен Tires Compilation, а он по умолчанию включен, то размер код кэша умножается на 5. Почему так? На 2, тут на 5. верно верно и обратно, что если вдруг по какой-то причине мы захотим отключить один из компиляторов, то размер код кэша уменьшится и станет уже по умолчанию 48, всего мегабайт, чего может не хватить. Ну вообще если могут возникнуть забавные эффекты, если вдруг у вас будет размер код кэша слишком маленький. Вот однажды мы у себя на продакшене заметили, что сильно выросла на одном сервисе нагрузка CPU. Начали разбираться, казалось, что компилятор тратит много времени на свою работу. Разбирались, разбирались, выяснили, что вот этот график работы компилятора он коррелирует с заполнением код кэша. И когда уже стал код кэш подходить к концу, к максимуму своего заполнения, начиналась вот такая колбаса. Старый код выкидывался, начинался исполняться потом в интерпретаторе, снова перекомпилироваться, снова выкидываться и так далее. Все по кругу. И с тех пор мы стали все это мониторить. Благо, что для этого даже не нужно включать некие native memory трекеры. Заполнение код кэша, впрочем, как и метаспейс, и хипа, все это можно мониторить на живой GVM через GMX. Вот, например, так выглядит статистика в Mission Control. Но, к сожалению, не все можно таким образом мониторить. Известно, что также GVM тратит память на потоке. И про это в официальной документации сказано, что если у вас не хватает памяти, возможно, слишком большие стеки потоков или нужно уменьшить их количество. Ну, действительно, глядя на распечатку из Native Memory Tracking, видно, что около 500 потоков могут выжить полгига. Но так ли это страшно на самом деле? Да, не очень, потому что вспомним, что операционная система, она хитрая, она знает, что не вся память используется процессом сразу. И поэтому реально вот этот дефолтный 1 мегабайт на стек не выделяет физическая память, а лишь по мере использования. Таким образом, стеки потоков будут занимать вас ровно столько, сколько нужно было максимальному использованному стеку. Я не знаю никакой стандартной утилитки, которая позволила бы сказать, сколько реально жрут физической памяти стеки потоков, поэтому написал свою небольшую, не на Java, кстати, на Python, и проверил на продакшн приложении, одном большом веб-приложении, сказал, что в среднем килобайт 110-120, то есть гораздо меньше, чем дефолтный 1 мегабайт. Окей, с такими понятными частями разобрались, но есть еще в отчете Native Memory Tracker такие менее очевидные штуки, например, вот симпл, секция. Она включает в себя две больших глобальных хэш-таблицы. Одна хэш-таблица символов, другая интерьерных строк. В символы попадают всевозможные наименования полей, методов, сигнатуры и так далее. А string table это уникальные строки, или строки, на которых вызвали string and turn. Обычно эти хэш-таблицы не являются проблемой, но если вдруг приложение начало беспорядочно вызывать string and turn на всем подряд, то эти таблицы могут жутко вырасти. Но это тоже можно увидеть из отчетика. Более того, все той же утилиткой g-command можно посмотреть подробную статистику по символенным таблицам. Вот здесь вдруг оказалось, что аж миллион строк интерьерных выделили, и все это стало занимать до 700 мегабайт. Более того, при желании можно пробежаться по всем этим табличкам и распечатать каждую строку, которая туда попала. Сейчас подробно останавливаться не буду, есть детальный ответ на stacker workflow, как это сделать. И вот уже мы подходим почти к концу отчета про native memory tracking. Тут натыкаемся на секцию internal, которая занимает как-то неожиданно много. Ну вот что это может быть, как думаете? ну что это за внутренние такие штуки? Ну вот так сложилось, что во-первых в секцию internal изначально относилось все выделения внутри виртуальной джав машины, которые не попали в вышеперечисленные области, но и весь off-hip он тоже затесался туда же. То есть все direct byte буферы, а если точнее, то все, что выделяется через unsafe allocate memory вне java хипа, оно попадает как раз в эту секцию internal. Но справедливости ради сказать, что в gdk11 разработчики осознали ошибку, что это все-таки не совсем internal direct byte буферы, это на совести java приложения, переименовали, точнее вынесли все, что относится к direct byte буферам в отдельную секцию other, запутывая тем самым все еще больше. Ну, какие бывают direct byte буферы двух типов, которые непосредственно выделяются вызовом allocate direct, либо файлы, замапленные в память. И вообще говоря, можно ограничить максимальный размер, сколько может ваше приложение выделить о хиповой памяти через direct byte буферы таким вот ключиком. А как вы думаете, какое у него значение по умолчанию? Да, совсем не очевидно, по умолчанию размер равен размеру хипа. Не знаю, как это связано, но вот такой забавный факт. При том, что совсем эти вещи как бы не связаны. То есть вы можете гораздо больше выделять вовхипе, при этом еще до сборки мусора будет далеко. Но с замапленной памятью еще хуже, поскольку она в принципе никак не ограничивается здесь и не учитывается в Native Memory Tracker. А как вы думаете, в статистику Residency Size процесса попадают замапленные файлы? Могут попадать, скажем так. То есть зависит от того, как эти замапленные файлы используются. Здесь приходит на помощь опять та карта памяти от операционной системы. Вот можно посмотреть список всех замапленных файлов и сколько из этого они занимают в физической памяти. Но по DirectBiteBuffer даже без всяких дополнительных опций есть статистика доступная через Gmx бины. Можно взять посмотреть сколько всего. В данный момент DirectBuffer, MapBiteBuffer, суммарный объем и так далее. Вывести на красивые графики. Если с выделением байтбуферов все понятно, то с освобождением есть свои нюансы. Дело в том, что нет явного способа взять и освободить память из off-hip. Это делается автоматически при garbage collection, когда байтбуфер становится нелистижим. И тут возникают те самые приколы, что уже не хватает у нас памяти, чтобы выделить очередной кусок в off-hip, но при этом до сборки мусора еще далеко. Что делать? И тут прямо внутри JDK есть такой вот алгоритм. Если не получилось выделить DirectBiteBuffer, давайте запустим GC, через SystemGC понятно, в надежде, что он удалит неиспользуемые байтбуферы, освободит память, и можно будет снова выделить. И тут ждет прикол тех, кто у себя в продакшене отключает вот этот SystemGC, потому что механизм просто перестанет работать и вылетит из Out of Memory Error. Именно поэтому у себя в продакшене мы ExplicitGC не отключаем, а вот другим флажком пользуемся. Ну, если с DirectBuffer все плохо, может лучше тогда воспользоваться хип байтбуферами, которые выделяются в хипе. Кто думает, что этот код лучше? Чтобы не возникало утечки нативной памяти, может лучше выделять байтбуферы в хипе? Выделять-то можно, только JDK не умеет работать напрямую с хип-байтбуфером. То есть, чтобы, например, отправить данные в сокет из хип-байтбуфера, выделяет сначала временный DirectBuffer, копирует данные туда, отправляет данные из DirectBuffer и после этого DirectBuffer освобождает. Понятно, что выделение нового DirectBuffer освобождения это операции не бесплатные, и вот чтобы сэкономить на этом, еще в JDK заведен кэш этих директбуферов. Вот можно в хип-дампе увидеть, что какие-то остались висящие DirectBuffer из некого SunUtil буфер кэш. Но хуже всего то, что этот кэш никогда не уменьшается. То есть, если вы записываете туда буферы все больше и большего и размера, то этот кэш все растет и растет, таким образом неявную утечку создавая. Кроме того, этот буфер он еще ThreadLocal. То есть, у каждого Thread свой. При этом, даже когда Thread умирает, он свои ThreadLocal сразу не вычищает. И поэтому такая утечка может продлиться довольно долго времени. И лишь в GCK12 собираются эту проблему починить, чтобы Thread сразу почищал свои ThreadLocal после смерти. К счастью, можно подумерить аппетиты этого буфера кэша. Вот таким флажком задать максимальный размер буфера, который в этот кэш кладется. То есть, если будет буфер большего размера, то он в кэш не попадет. Просто выделится, освободится. Ну, как освободится? Освободится, когда GCK произойдет. Но даже если мы работаем напрямую с DirectBy буферами, ничего не кэшируем, может ли здесь быть утечка, а вот внезапно может. То есть, я вот провел эксперимент, запустил такой простой тестик. Сразу скажу, что он не на каждой системе воспроизводится, но на нашей системе наблюдал такую картинку, что программа работает, Resident сайт растет, уже 3 гига, 5 гигов, 7 гигов, несмотря на то, что у меня был ограниченный MaxDirectMemorySize и HIP. Окей, но у нас же есть NativeMemoryTracker, возьмем да посмотрим, на что это все ушло. А непонятно. NativeMemoryTracker про это ничего не говорит. Ну и здесь поможет снова карта памяти операционной системы. Вот, анализируя эту проблему, мы видели, что много вот таких анонимных кусков размером по 64 мегабайта у нас оказалось. И эти куски, они соответствуют нативному стандартному аллокатору. Ну вот тому самому malloc в стандартной библиотеке. Ну как работает malloc? Он резервирует в операционной системе память большими кусками, как раз по 64 мегабайта. Ну, естественно, ее сразу не размещают, просто резервируют. А коммитит, то есть уже физически размещают страницы, постепенно по мере использования вызовами m-protect системными. Ну вот внутри этих кусочков уже работают алгоритмы аллокаторы, там что-то выделяется, освобождается, m-protect это следующий кусок и так далее. И может возникнуть ситуация с фрагментацией, понятно, что куски нативной памяти никуда не двигаются, что еще вроде место свободное есть, но уже непрерывного чанка свободного не оказывается. И тогда стандартному аллокатору ничего не остается, кроме как выделить новую арену, выделить новые 64 мегабайта. Но, к счастью, есть и кроме стандартного альтернативные аллокаторы. Вот наиболее известный, популярный это Jamalock, который изначально для FreeBSD делался, я знаю, Facebook в него контрибутил много, ну, либо схожий по функциональности TC-маллок из пакета Google Perf Tools. И использовать их очень просто, достаточно выставить переменное окружение, LD-прилот, это будет означать, что эта библиотечка подгрузится и заменит собой вот эти системные вызовы malloc free. И вот просто замени стандартный аллокатор на J-Balloc. Я вот в своем примере уменьшил потребление оперативной памяти с 7 до менее 3 гигабайт. В качестве бонуса в обоих этих профайлеров есть такая прикольная фича, как профайлер аллокаций. Ну, для этого, чтобы им воспользоваться j-malloc должен быть скомпилирован с специальным ключиком enable prof, и тогда выставив переменную окружение malloc.conf, можно указать, в какой файлик будут профили скидываться, с какой частотой. Здесь 30 означает, что каждый 2 в 30 байт, то есть каждый гигабайт будет генерироваться дампится профиль. И затем этот профиль можно обрабатывать и получать красивую картинку графа локаций. Ну, картинки, понятно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте продемонстрируем. для теста я написал такой небольшой серволетик, который по запросу выдает картинку с указанным ID, достает ее в качестве ресурса и читает ресурсы, дает байтовый массив. Все просто. Запущу на Java 11 и посмотрю топом, что происходит с процессом. Вот видите, потребление памяти растет, растет, тут же выросло. и никакой Native Memory Tracker не покажет эту проблему, но у нас есть профайлер локаций. Вставляем примерное окружение молок конф и запускаем ту же самую программку теперь с LD Preload. И пошла собирается статистика. Здесь у меня параметр интервала 27, то есть каждые 128 килобайт будет генериться дампик. Вот я думаю уже как минимум один дамп должен был сделаться. Теперь натравлю JPROV, чтобы сгенерировать граф. смотрим что получилось. Вот такая чудесная картинка. Здесь много-много всяких кусочков из внутренности GVM связанной с компилятором, garbage коллектором и так далее. Но вот здесь в сторонке четко выделяется какой-то еще inflate backend. И пройдясь по стрелочкам можно пытаться понять откуда он выделяется. Вот из нативного метода java.util.zip inflator inflate bytes. Но при этом у нас в программе никакого инфлейтора нет. нет. И к сожалению профайлер Gmail что gmalloc что tc malloc он нам java код не покажет потому что все вот видите граф обрывается на каких-то шестеричных числах это явно адрес из компилированного метода про java он ничего не знает. Но может быть вы знаете какой-нибудь профайлер который одинаково хорошо работает и с java кодом и с нативным. да async профайлер есть такой и он может профилировать не только употребление cpu и аллокации в хипе но также и аллокации вне java хипа. Вот давайте даже без всяких ld прелодов запустим нашу программку и можно async профайлером подключаться на лету. Вот есть у него режим профилирования malloc в действительности это не режим профилирования а вот эта строчка просто означает что профайлер будет перехватывать вызовы malloc и запоминать stacktraces в том числе и javas и по результатам все вот это дело будет в svg картинке представляться. Давайте посмотрим что получилось вот такая вот такой flame graph это все места откуда вызывается malloc здесь такую большую существенную часть вот желтенькая то что относится к garbage collector компайлер в общем к виртуальной машине а вот зелененькая это как раз и наш java код и здесь какие-то вот файлы exist getbullying attributes не очень понятно дело в том что профилировать malloc не совсем честно потому что сам по себе вызов malloc может и не быть утечкой ведь если мы просто вызываем malloc free malloc free то есть malloc это вызывается но утечки как таковой нет поэтому но память при этом течет как это найти нужно вспомнить как работает malloc то есть если не хватает места вот в текущем чанке вот он вызовом mprotect размещает следующий чанк то есть имеет смысл профилировать не вызове не malloc а mprotect чтобы получить картину именно утечки ну давайте так и сделаем тоже на 10 секунд запустим async profile но теперь уже будем перехватывать вызов mprotect и то что получилось сейчас увидим вот здесь уже картинка поинтересней здесь уже видите желтенького относящихся к виртуальной машине ничего нет одно и хорошо потому что все-таки мы надеемся что сама виртуальная машина не сечет а вот выделяется память из инфлейтера да это уже вспоминаем что jmalloc нам показывал то же самое но при этом мы теперь видим java stack trace вплоть до того места откуда это все начинается начинается оно с вызова get resource stream и забавно что подобную ошибку мы не видели на development среде потому что там ресурсы лежали просто в отдельном каталоге в файликах когда все это дело запаковали в джарник и выложили уже на сервер то в продакшене появилась утечка потому что теперь чтобы достать ресурс реально включается раззиповка этого джара и она сам этот зип он использует нативную память для своей работы и здесь как видите бага в том что вот этот вот стрим он не закрывается на самом деле это довольно популярная проблема утечки нативной памяти зип инфлейтер так далее ну вот как еще один пример когда мы запускали у себя на портале стриминг включили в тамкате стриминг для того чтобы клиенты могли установить соединение один раз сервером постоянное и по нему гонялись данные и как раз столкнулись с подобной утечкой оказалось что по умолчанию потоки стриминга они так же все зипуются то есть работает gzip output фильтр а поскольку соединений таких много постоянно держится то вот они и навыделяли кучу нативной памяти мы решили проблему тем что просто отключили gzip фильтр для стриминговых соединений однако не всегда утечка связана даже с самим процессом вот как например в следующем случае тоже пример из нашей реальной практики вот здесь смысл можно особо не вдаваться то есть просто бесконечно в цикле делается какая-то операция с файлом и если что-то не так логируется и этот код он тоже течет выглядит это примерно так то есть вот свободная память в системе фримем уменьшается постоянно продолжает уменьшаться 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 но при этом сам резидент сайт процесса он не растет он константный то есть как так и видно что растут системные кэши пейдж кэш операционной системы который напрямую никакому процессу не относится но мы знаем то дело что дело явно в нашей программе и как же найти эту утечку опять поможет асинг профайлер он может профилировать не только нативные вызовы но и трейс-пойнты внутри ядра операционной системы вот таких у нас немало можно в список всех этих трейс-пойнтов посмотреть команды перф-лист здесь я искал что связано с пейдж-кэшом и нашел вот такой который по названию подходит по крайней мере то есть вот трейс-пойнт который вызывается когда добавляется новая страничка операционной системой в пейдж-кэш и вот можно этот самый трейс-пойнт теперь попрофилировать все то же самое вызываю только теперь в качестве ивента вот название трейс-пойнта это пейдж-кэш попрофилирую так же 10 секунд установлю что получилось опа тоже flame-граф но в данном случае он вырожденный поскольку всего один стэк-трейс то есть из одного места добавляется в пейдж-кэш и происходит это вот из идем 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 по стэку доходим до вызова логгер эррор виновата оказалась строчка совсем не та на который можно было подумать изначально не операции с файлом а вот это самое логирование и ошибка заключалась в том что не было настроена ротация логов то есть все ошибки писались в один большой файл который не закрывался продолжал расти расти достигало нескольких гигабайт и пока файл открыт он держался в пейдж-кэше операционной системы помимо того что можно настроить ротацию логов есть еще всякие опции хинты операционной системе сказать не надо кешировать этот файл вызовом Plastic Safe Advice что будет если оставить вот это хороший вопрос то есть а вообще проблема ли это кто-то может сказать что это и не проблема это же кэш пейдж-кэш когда он заканчивается когда физическая память заканчивается то операционная система должна этот пейдж-кэш освобождать в принципе да в теории но на практике может оказаться и так что операционная система освободит но вовсе не пейдж-кэш то есть что она система может решить что вот у вас тут часть хипа давно не использовалась и что лучше выгрузить в своп ее если у вас своп конечно включен и окей на ближайшей сборке мусора все встанет колом поскольку все эти страницы теперь будут подниматься с диска ну да видим на этом графике что как только память закончилось что появился использование свопа ну самое простое конечно взять да и выключить своп но не всегда такая стратегия она допустима для некоторых приложений ну все-таки это слишком жестоко то есть если с выключенным свопом у вас закончится память то придет опять же он киллер и сразу убьет приложение то есть может оно пусть лучше работает медленно похуже но хоть как-то еще кряхтит работает со свопом другой способ заключается в том чтобы включить large pages они пока что не умеют вытесняться в своп но кстати говоря в будущих версиях ядра уже научат тоже вот либо закрепить хип целиком в физической памяти есть такой системный вызов в линуксе млок кол напрямую из java он понятно недоступен но вот есть java агент который можно подключить к своему приложению и тогда после старта приложения он закрепит всю текущую выделенную память физической памяти что она не будет выделяться в своп вытесняться в своп я сегодня рассказал о различных проблемах с которыми сталкивались мы сталкивались коллеги другие люди и чтобы подвести итог перечислю на что нужно обращать внимание на что мы обращаем внимание когда возникают проблемы связанные с нативной памятью в первую очередь мониторим подряд все что можно мониторить то есть все пулы все те структуры виртуальной машины следим за директ байт буферами то есть во-первых ограничиваем максимальный размер который можно выделить в хипе ну и вдобавок ограничиваем максимальный размер который попадает в буфер кэш взяли за правило для всех джал процессов которые новые запускаются у нас в продакшне включать джема лог ну когда уже совсем становится непонятно обращаемся к статистике памяти операционной системы смотрим карты памяти и так далее native memory tracking по умолчанию в продакшне его не включаем из оверхеда но когда надо исследовать проблему это отличный инструмент ну и конечно же наш любимый ассинг профайлер это все на что хотел бы сегодня рассказать спасибо андрей так коллеги у нас есть на самом деле 10 минут для вопросов и я традиционно призываю вас задать пару вопросиков вот я буду передавать микрофон поднимайте руку огромное спасибо за доклад джеймалок какие-то дополнительные накладные расходы дает потому что так выглядит как будто у него более сложная логика чем у стандартного хороший вопрос про джеймалок в действительности как показывает наш собственный опыт что от него гораздо больше пользы то есть он хорошо заточен на приложения многопоточные и он лучше борется с фрагментацией то есть мы сталкивались с ситуациями когда джеймалок он выделяет чуть больше памяти либо работает чуть медленнее но обычно все это крохи в большинстве случаев там в подавляющем большинстве случаев он гораздо выгоднее стандартного и поэтому мы теперь для всех процессов по умолчанию включаем его то есть ответ нет он скорее уменьшает накладные расходы чем добавляет спасибо большое за доклад а вот ситуация с незакрытым input stream она статическим анализатором идеи не ловится ну вот как видишь этот код у меня как раз и был в идее написан и она по-моему ничего не сказала про это спасибо возьмем на заметку product placement не прошел коллеги вот в том крыле пока не было вопросов есть ли вопросы там раз два вижу здесь был вопрос вижу добрый день спасибо за доклад так все-таки какая формула максимальной памяти которую можно выдать докеру контейнеров в которой есть java как вот ее рассчитать как рассчитать максимальную формулу да никак то есть я поэтому и не привел формулу у меня вначале была такая мысль написать вот в качестве суммы summary там что нужно посчитать просуммировать а вот невозможно потому что вот даже из того что я перечислил не все это поддается ограничению то есть может если приложение например напрямую работает с off-hip-om через unsafe allocate memory это не через какие лимиты не проходит и что может выделять сколько угодно а как вы делаете это в продакшене вопрос как мы делаем мы мониторим то есть мы вот мониторим все что седает сама jvm и плюс к этому мониторим еще потребление физической памяти то что статистику которая дает операционная система то есть сколько там страниц там page cache сколько active inactive страницы занимают в общем прок memem info все что выдает операционная система это мониторим если что можно будет там если много вопросов у вас возникает то можно будет в дискуссионной зоне продолжить я напоминаю вот справа есть там вопросы или нет так вижу здесь еще один привет спасибо за доклад слушают у меня такой вопрос по поводу того как очищаются директ буфера и то что там систем gc вызывается через третслипы а вот как бы как ты относишься к такому решению то есть мне кажется что ну это не очень элегантно и вполне можно было бы у gdk просто по-другому проверять что ну что-то с этим делать да возможно потребовалась бы поддержка от виртуальной машины но и окей может быть стоило ее сделать то есть в принципе почему ну как ты думаешь нормально ли что вот так вот мы крутимся в цикле и ждем значит систем gc когда поможет нам мне очень не нравится этот цикл gdk систем gc но другого механизма к сожалению нет и не так просто придумать вот я когда экспериментировал с этими байт-буферами ну собственно во время подготовки этого доклада наткнулся на одну багу связанную с буфер-кэшами вот там как раз разработчики хотели предусмотреть оптимизацию чтобы освобождать буфер сразу вот этот temporary байт-буфер который нужен для копирования из хип-байт-буфера вот чтобы его освобождать сразу и вот нашел кейс когда можно поймать gdk на этом и воспользоваться уже освобожденным буфером и крашен gvm так что это очень такое хождение по тонкому льду ну да это в целом известный случай то есть как бы что через директ-буфера там особенно раньше когда клиниры по-другому работали что можно было найти освобожденную память таким образом и там получить недоступ ну вопрос скорее в том почему gdk так сделали ну то есть ну выглядит так как будто поленились сделать часть ну поддержку со стороны gvm для конкретно то есть решили что ха мы быстро сейчас позовем систем gc типа несколько раз а это заточка на неочевидное на то что систем gc вообще вызовется и как бы ну просто другого способа кроме вызова цикла gc нет понять что какие буферы уже можно освобождать какие нет это если снаружи смотреть то есть а вот если изнутри сделать какую-нибудь поддержку ну например ну то есть я понимаю что фричелус объект они там достигаются когда gc приходит когда замекание но в принципе мне кажется что можно было бы просто получше это поддерживать со стороны хадспота изнутри и было бы тогда всем в общем счастье и ура ну я понимаю что не к тебе вопрос но типа ну просто это очень странно ну давай может обсудим подробнее дискуссионной зоне вот я просто сам не могу предложить готового решения да и никто до сих пор не смог предложить вот поэтому действительно нетривиальная задача коллеги еще вопросы есть да вот здесь есть на этой стороне да большое спасибо прекрасный доклад такой вопрос вот для всяких любителей запускать java в контейнере не так давно появился новый флажок он называется xx max ram это некая рекомендация java не выделять больше памяти чем указанное количество и она как-то будет там перераспределена между хипом сколько-то ему дадут и соответственно между нативной памятью пользовались ли вы им знаете ли какие-нибудь подводные камни рекомендуете не рекомендуете да хороший вопрос хотел даже первоначально включить в доклад информацию про этот флажок max ram для контейнеров но когда понял что ничего этот флажок по сути не делает то решил что он даже не достоин упоминания потому что никакой логики по распределению памяти он не несет в себе это просто способ переопределить то число которое видит JVM в качестве свободной памяти то есть фактически оно влияет только на то какой будет первоначальный размер java хипа если xmx не указан явно и все что это Продолжение следует...